Антон Павлович Чехов. Рассказ на гвозде. По Невскому плелась со службы компания, коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вёл к себе на именины именинник Стручков. Да и пожрём же мы сейчас, братцы! Мечтал вслух именинник. Страсть как пожрём! Жёнка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Каньяк есть. Воронцовская. Жена, небось, заждалась. Стручков обитал. У чёрта на куличиках. Шли, шли к нему. И, наконец, пришли. Вошли в пеленью. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся. Чувствуете? — спросил Стручков и захихикал от удовольствия. Раздевайтесь, господа! Клонитесь шубы на сундук! А где Катя? — Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил! Акулина, пойди помоги господам раздеться! А это что такое? — спросил один из компаний, указывая на стену. На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и каркарбель. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели. «Это его фуражка!» — прошептали они. «Он здесь?» — «Да, он здесь!» — пробормотал Стручков. «Катя!» — «Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире! Подождем, пока он уйдет!» Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру. «Гусем у тебя пахнет, потому что гусем у тебя сидит!» — слиберальничал помощник архивариуса. «Черти его принесли! Он скоро уйдет!» «Скоро! Больше двух часов никогда не сидит!» «Есть хочется! Первонаперво мы водки выпьем и килечкой закусим. Потом повторим, братцы! После второй сейчас же пирог, иначе аппетит пропадет!» «Моя женка хорошо пироги делает! Щи будут!» «А сардин купил?» «Две коробки! Колбаса! Четырех сортов!» «Жене, должно быть, тоже есть хочется!» «Валился! Черт!» Часа полтора посидели в трактире, выпили для бризиру по стакану чая и опять пошли к Стручкову. Пошли в переднюю. Пахло сильнее прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуси и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи. Опять неблагополучно, братцы! Что такое? Чиновные желудки сжались от горя. Голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья-шапка. «Это прокатила ваша шапка!» Стручков. «Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь! Этот недолго сидит!» «И у этого скверновца такая хорошенькая жена!» Послышался сиплый бас из гостиной. «Дуракам счастья, ваше превосходительство!» Начала компания утешать Стручкова. «Час у твоей посидит. Да зато тебе десять лет блаженства! Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо!» «Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело. Мне обидно, что есть хочется!» Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья-шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться. Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя. И можно было приняться за пирог. Пирог был сух, щи теплые, гусь, пережарен. Все перепортила карьера Стручкова. Ели, впрочем, с аппетитом.